В эфире новости на телеканале НЕКОПЛЮС, в студии Александр Гнетнев. Здравствуйте! В мэрии Петрозаводска прошли обыски. Их провели совместно сотрудники Следственного комитета, представители ОБЭП и полиции. Стражи порядка обыскивали Управление жилищно-коммунального хозяйства. Обыски состоялись 10 ноября. Сегодня администрация города впервые прокомментировала факт обысков. В мэрии заявили, что не владеют информацией по возбужденному уголовному делу. Причиной появления в мэрии следователей стало уголовное дело, связанное с приобретением администрации города квартир для детей-сирот. Как сообщают в мэрии, ни названия статьи, ни даты возбуждения уголовного дела в постановлении об обыске указано не было. В администрации говорят, что не знают имен подозреваемых и обвиняемых по данному делу. Известно, что речь в материалах следствия идет о покупке мэрии Петрозаводска квартиры или квартир детям-сиротам. Жилье было приобретено в период с 2013 по 2015 год. За это время было приобретено 14 благоустроенных квартир. У администрации нет сведений о том, какая из них заинтересовала следователей. Администрация Петрозаводска направила запрос в Следственный комитет Карелии для уточнения информации по факту возбуждения уголовного дела. Мы, в свою очередь, также обратились в Следственный комитет за подробностями, касающимися обысков мэрии. Там заявили, что не дают комментариев по данному делу. В Петрозаводске отметили День призывника. Сегодня на торжественных проводах ровно на год с призывниками прощались друзья и близкие. Уже завтра 30 молодых людей отправятся служить в воинские части Северо-Запада и Урала. До декабря более восьми сотен юношей со всей Карелии станут солдатами. Вчерашние школьники, студенты колледжа и университета – теперь они новобранцы. Уже несколько дней призывники живут в сборном пункте военного комиссариата, учатся жить по уставу и готовятся стать солдатами. Нас учат правильно обращаться, правильно отвечать, ходить в строю, правильно носить форму. Мой прадед служил, дед служил, отец служил. Ну и я как-то своим желанием и пошел. Я буду очень скучать, меня будут очень ждать. Я сам буду очень ждать того момента, когда я снова увижусь с ними. Призывникам Карелии устроили торжественные проводы. Мы уже направили для прохождения дальнейшей службы 160 человек. Всего подлежит призыву от Петрозаводского городского округа. Где-то порядка, не порядка, а больше 450 человек. Но прежде чем выдать оружие новоиспеченным воинам, предлагается выслушать напутственные слова от старших товарищей. За этот год вы получите большую закалку, получите новые знания, новые умения, которые не дай бог, чтобы вам пригодились в будущем. И даже собаки провожают новобранцев. Уже завтра призывники разъедутся по стране. Одни отправятся на север, другие станут солдатами на Урале. Но целый год всем им будет сниться дом. Маргарита Михайлова, Евгений Вдокимов, телеканал Ника+. В Петрозаводске может появиться новый сквер. Речь идет о скандально известном участке на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского напротив бывшего Галиковского рынка. Ранее земля там находилась в аренде у предпринимателей, которые планировали построить на этом месте торговый центр. Но долгие годы здесь не сквер и не магазин, а просто пустырь. На публичных слушаниях городской мэрии решалась судьба земельного участка. 13 лет участок на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского находился в аренде у компании «Арсик Сервис». Одним из учредителей которой является скандально известный бизнесмен Олег Фокин. Арендаторы планировали построить торговый центр, однако так и не воплотили свои планы в жизнь. Срок аренды истек, и участок вновь перешел в собственность города. На публичных слушаниях в администрации петрозаводчане обсудили предложение общественников обустроить на этом месте сквер. В итоге инициативу поддержали большинством голосов. Как сообщили в мэрии, бизнесмены до сих пор пытаются продлить аренду через суд. Поэтому о конкретных сроках появления нового сквера говорить пока рано. К тому же публичные слушания носят лишь рекомендательный характер. Это означает, что сквер на месте пустыря может и не появиться вовсе. Современный бизнес заметно помолодел. К такому выводу пришли участники седьмого молодежного экономического форума. Более 500 молодых предпринимателей со всей России встретились в Петрозаводске, чтобы обсудить самые актуальные вопросы экономики, а также поделиться новыми идеями и проектами. Молодежный форум «Новая экономика. Новые возможности» проходит в Петрозаводске в седьмой раз. И по традиции состоит из трех секций – образовательной, научной и практической, которую в этом году решили полностью посвятить молодежному предпринимательству. В работе форума приняли участие молодые люди из России и других стран. Для некоторых из них экономика стала не просто увлечением, а образом жизни. Не учусь, не работаю, езжу туда-сюда. Примерно в этом и я деятельность. Здесь я иду на секцию молодежного предпринимательства. Именно молодежь – это те, за кем будущее нашей экономики, нашей стороны. И поэтому нужно развивать именно молодежное предпринимательство. Как рассказали участники форума, в последнее время российский предприниматель заметно помолодел. Во многом это связано с непростыми экономическими условиями, которые как никогда требуют творческого подхода к бизнесу. А самой креативной, как правило, является молодежь. Если мы говорим о кризисе, то есть масса примеров бизнесов и российских, и зарубежных, которые появлялись именно в период кризиса, потому что именно в это время могут открываться так называемые окна возможностей, благодаря которой молодые, в том числе предприниматели, могут начать свое дело. По словам организаторов, если результатом экономического мероприятия станет хотя бы один стартап, успешно реализованный в Карелии, в этом случае три дня работы форума пройдут не зря. Петрозаводск встречает белорусских гостей. Жители республики увидят лучшие спектакли Полесского драматического театра. Вместе с театром в карельскую столицу приехал сам Александр Лукашенко. И это не шутка, Александр Лычагин объяснит. Как рассказали гости из Белоруссии, Полесский драматический театр сравнительно молодой. Он был открыт в городе Пинске около 10 лет назад, однако уже успел обзавестись профессиональной труппой и наработать репертуар. Петрозаводск артист из братского государства посетили впервые и привезли свои лучшие спектакли. 12 ноября юные карельские зрители смогут увидеть сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». В пятницу 13-го белорусские артисты поведают любителям театра древнюю мистическую легенду «Черная панна несвижа» и завершат свои гастроли 14 ноября. Остросоциальной молодежной комедии «Я так хочу домой». К слову, директор и художественный руководитель Полесского театра тезка белорусского президента Александра Лукашенко. Езжу я достаточно быстро. И когда лейтенант такой, что мне придется вас наказать, отдавая права, я всегда молчу. И когда человек видит фамилию, ну и права мне возвращаются. Счастливой дороги. В плане, да, как бы чего не вышло. Я скажу следующее. По жизни мне эта фамилия не мешает. Но если вы думаете, что она помогает, то отнюдь. Мне морально, может быть, было даже спокойнее, если бы у меня была фамилия Иванова. Чтобы укрепить дружеские отношения с белорусскими коллегами, карельские артисты планируют нанести ответный визит в Беларусь. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Сразу после новостей смотрите передачу «Домашний доктор». А новости на сегодня все. В студии работал Александр Гнетнев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин